МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Здоровое население, светлое будущее. Доступность и качество здравоохранения обсудили на заседании Совета ПФО в Кирове. И интересно, и полезно. На прогулку с врачом выйдут члены правительства Чуваши. Морозов не боится, в спячку не впадает. В Чебоксарах временную прописку получил новый житель. Сегодня в Кирове прошел Совет Приворского федерального округа. Там собрались главы 14 регионов. В работе Совета принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Основная тема – повышение качества и доступности медицинской помощи населению. В Кирове работала и наша съемочная группа. В здравоохранении в последние годы происходит немало позитивных процессов. Растет уровень оказания высокотехнологичной помощи. Она становится более доступной. В этом врачи и представители медассоциации убедились, побывав в Кировском центре травматологии. По мнению Палпреда, необходимо обратить внимание на развитие службы скорой помощи. В регионах России несколько лет назад начала работать программа модернизации «Новая скорая». В Чувашии она развивается с 2013 года. И за это время усовершенствованность системы приема звонков от жителей, сокращено время ожидания медицинских бригад. В 2014-м на 80% обновился автопарк. Причем из бюджета на эти цели не было выделено ни рубля. Программа обновления запущена по системе аутсорсинга. Михаил Бабич обратил внимание на оплату труда медицинских работников. Не должно быть такого, чтобы зарплата врача в разы отличалась от медсестринской. Нехватка врачей-специалистов – проблема всех регионов. А в ПФО она острее, чем в целом по России. Зато у нас лучше обстоят дела с обеспеченностью средним медперсоналом. Губернатор Кировской области Никита Белых представил анализ состояния дел в здравоохранении округа. По его словам, сохраняется тенденция снижения численности жителей. Не сокращается смертность, за исключением некоторых показателей. В Чувашии младенческую смертность удалось снизить несколько раз. За министра здравоохранения России Сергей Краевой отметил, снижение смертности – основная задача не только врачей, но и руководителей регионов. Необходимо проанализировать и понять, почему, несмотря на большие вложения, на организацию системы здравоохранения, мы имеем такие цифры. И здесь министерство здравоохранения готово оказать и консультативную помощь, и методологическую помощь. На заседании Совета ПФО Михаил Игнатьев поделился с собравшимися опытом модернизации здравоохранения в республике. Он отметил успешность частного государственного партнерства в области гемодиализа и утилизации медицинских отходов. Неплохих результатов добилась Чувашия и в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас работают уже 100 ФАПов. В ближайшие три года будут построены еще 50. Управление общества медицинских ассоциаций обнародовало на заседании Совета рейтинг регионов с эффективной системой здравоохранения в Приворском федеральном округе. Чувашия в этом рейтинге заняла четвертое место. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика, Киров. Между тем, в Чувашии подвели итоги года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Один из главных показателей – смертность от этого недуга снизился на 15%. В стационарах пролечили каждого 10-го кардиологического больного. Лечение кардиологических больных вышло на другой уровень. Количество хирургических вмешательств при ишемической болезни сердца, операции на орте и магистральных сосудах с каждым годом растет в геометрической прогрессии. В последние годы – это годы реализации сосудистой программы, когда, опять же, в достаточном количестве и, самое главное, вовремя мы получили возможность стентирования. То есть для всех сегодня это стало, собственно говоря, рутинной процедурой. То есть когда лечение инфаркта миокарда быстро, хирургическим путем восстанавливается человек и приходит, в общем-то, к нормальной уже жизни. Большое внимание пациентов привлекли и дни открытых дверей, и всевозможные акции. Прогулки с врачом, сосудистые патрули, измерь свое давление. В них приняли участие более 20 тысяч человек. Результаты видны невооруженным глазом. Людей, вышагивающих вокруг залива, на аллеях парков, просто по улицам, стало намного больше. Конечно, наиболее восприимчивы к призывам медиков пожилые граждане. Ну и молодежь все больше интересуется здоровьем и сбережением. Врачи не устают повторять. Такие простые меры, как соблюдение двигательного режима и диеты, отказ от вредных привычек, способны существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, за год этого не объяснишь. Сегодня, к сожалению, остается вопрос долгого ожидания пациентам при возникновении болевого синдрома. И пациент сидит и ждет, и думает, пройдет, не пройдет. А надо вызвать сразу скорую помощь. Вот эту работу мы серьезно должны поставить, организовать в республике, для того, чтобы уменьшить время ожидания того, чтобы сделать звонок в 0-3. Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями завершен, но в 2016-м кардиологи готовы начать все заново. И так до тех пор, пока мы не научимся держать свою гипертонию под контролем, меньше есть, больше двигаться и вовремя обращаться к врачу. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Акция «Прогулка с врачом» приобрела у жителей Чебоксар большую популярность. Накануне врачи и пациенты разминались в парке Николаева. Дышать свежим воздухом и чувствовать, как приходят в тонус занимевшие мышцы, приятно. Консультироваться с врачом, получать дельные советы – полезно. Такие своеобразные приемы на свежем воздухе в Чебоксарах первыми начали вести кардиологи. Затем к ним присоединились и другие специалисты. Движение «Жизнь» – это законы, актуальны не только для профилактики сердечно-сосудистых, но и массы других заболеваний. Уже завтра, 11 декабря, на прогулку с врачом отправятся члены правительства Чувашии. Присоединиться к ним можно будет в 14.30 на Красной площади Чебоксар. Фонд развития гражданского общества составил 11 выпуск рейтинга эффективности глав российских регионов. Михаил Игнатьев вошел в группу «Высокий рейтинг» и, поднявшись на три позиции, с результатом 70 баллов разделил 34-35 места с главой республики Саха-Якутия Егором Борисовым. Среди 14 глав регионов ПФО глава Чувашия занимает 6 место. Число участников рейтинга в 11 выпуске впервые составило 85, сравнявшись с общим количеством субъектов России. В Чебоксарах прошла очередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Ее члены обсудили основные пункты послания президента страны и вопросы подготовки к предстоящим выборам в 2016 году. Подробности в следующем материале. Уже отработанный во время прошедших выборов механизм снова поможет определиться с кандидатами в депутаты в парламент республики и Государственную Думу. Как будет проходить праймерис следующего года, станет известно на 15-м по счету съезде партии «Единая Россия», который состоится в феврале. Состав Чувашской делегации утвердили на конференции. Партия «Единая Россия» – это единственная партия, которая с 1996 года проводит такую процедуру перед выборами, так называемой праймерис. В следующем году она пройдет по всей России по одной форме, по открытой модели. То есть кандидатами в праймерис могут быть члены партии «Единая Россия», а также беспартийные. Задача праймерис – появить лидеров, которых поддерживают абсолютное большинство избирателей. Победителей предварительного голосования партия выдвинет на выборы в Госдуму. 22 мая, как я уже сказал, это будет единый день голосования по внутрипартийному предварительному голосованию. После этого в июне месяце пройдет второй этап съезда партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги предварительного внутрипартийного голосования. В избирательном процессе помимо «Единой России» смогут участвовать более 70 партийных структур. И, конечно, всех нас ждет жесткая конкуренция. Для нас самым главным является то, что предварительное голосование позволит еще до выборов выйти к людям и обсудить с ними проблемы территорий. Мы будем свернуть, сверить наши планы и возможности. Участники региональной конференции отметили, что предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной. Необходимо обеспечить максимальную легитимность предстоящих выборов. Дмитрий Ковалев, Республика. Ежегодно государственные служащие Чувашии соревнуются между собой за звание лучшего. Сейчас конкурсная комиссия оценивает работы участников, а итоги будут подведены в конце года. В этом году в профессиональном мастерстве поборются 17 служащих различных республиканских ведомств. Все они работают в госструктурах более трех лет. Каждый чиновник подготовил проект, который направлен на повышение эффективности работы ведомств. Александра Соболева из Минфина предложила идею повышения финансовой грамотности населения. Одно из нововведений – День финансового здоровья, в рамках которого можно будет получить бесплатную консультацию. Организовывают работу по финансовому просвещению среди молодежи, школьников и взрослого населения. И разрабатывают методические материалы для поддержки школьных учителей, преподавателей неэкономических вузов. Выберет лучших специальная комиссия, в составе которой высшие чины республиканских властей. Этот конкурс проводится не первый год. Самое главное – хотим определить, под какие нововведения вы предлагаете и носите свой вклад в совершенствование того дела, которым вы занимаетесь. Какие идеи признают самыми актуальными и продуктивными, станет ясно совсем скоро. Победителей определяют не только среди государственных служащих, но и среди муниципальных. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. К новогодним праздникам столица Чувашии преображается. На одной из улиц Чебоксар временную прописку получил новый житель. На этом месте раньше всегда стояла новогодняя ель. Но в этом году сотрудники завода отступили от традиции. И место пушистой лесной красавицы занял большой бурый медведь. Идея создать такую скульптуру пришла заводчанам еще летом. С тех пор начали потихоньку притворять замысел в жизнь. Медведь – это символ нашей страны. Медведь большой, надежный, сильный, мощный. Не зря Россию часто ассоциируют именно с медведем. Размеры мишки – 3 на 2 метра. Основы – металлический каркас, который оплели березовыми прутьями. Глаза и нос слепили из пластика. Над созданием скульптуры трудились полгода. И совсем недавно косолапый поселился в своих владениях. Понравился, разглядел со всех сторон, посмотрел. Да, хороший, красивый, из веток сделал. Очень молодцы, постарались люди, кто это делал. Очень интересная задумка. Буквально вчера, позавчера его не было. Очень даже символично. Символ нашей России. Дело очень доброе, хорошее. Я отношусь к этому положительно. Медведь – не последняя задумка заводчан. Продолжатели идей паблик-карты уверены, что малоархитектурные формы расширяют городское пространство. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах участники преступной группы получили реальные сроки за организацию незаконного игорного бизнеса. С весны до конца 2014 года они занимались созданием сети подпольных игровых салонов и успели открыть 8 точек. В салонах в общей сложности действовало 116 компьютеров, работал персонал. Незаконные игорные заведения работали под видом интернет-кафе и были оборудованы видеоаппаратурой для дистанционного наблюдения. Договоры аренды помещений под игорные заведения заключались от имени посторонних граждан, ничего об этом не подозревавших. А персонал салонов не знал организаторов незаконного бизнеса. В общей сложности обвиняемые получили незаконный доход на сумму около 27 миллионов рублей. Злоумышленники признаны виновными в незаконной организации проведения азартных игр в составе организованной преступной группы, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. В зависимости от их конкретной роли в инкриминированном им преступлении, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок от 1 года 9 месяцев до 2,5 лет лишения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Сегодня в Чебоксарах стартовал Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии. Открытия и самые зрелищные поединки пройдут завтра, во второй день соревнований. Национальное телевидение покажет их в прямом эфире. Смотрите трансляцию финала Кубка завтра с 17 до 20 часов. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин